Всем привет! Сегодня 10 мая, Московская область. Я нахожусь в стеклянной теплице, где выращиваю высокорослые сортовые томаты. Высевала их два срока, 11 и 14 марта. Высаживала в теплицу 3 мая. Прошла неделя, выглядят они отлично. И сегодня, если можно так сказать, я первый раз их буду проливать после высадки. Проливаю не просто водой, а использую сияние номер один, это бактерии. Конечно же, накануне нужно приготовить маточный раствор. Здесь есть подробная инструкция, пользуйтесь ей. Я беру 0,5 литра воды теплой, добавляю 1 столовую ложку сахара и 1 пакетик сияния номер один. И ставлю в теплое, темное место. Вот сегодня уже можно его использовать. Так как я буду просто проливать растения под каждый корень, я беру соотношение 1 к 1000. То есть на лейку, здесь я не знаю 9 или 10 литров воды, я беру 1 столовую ложку маточного раствора. Для меня не принципиально, я могу в лейку добавить и 2, и 3 ложки маточного раствора. Я так делаю, и все хорошо. Но для начала, прежде чем поработать с бактериями, я пролью растения просто водой для начала. Итак, теплицу я все пролила, прям со шланга, подключила к нему распылитель и проливала очень хорошо каждую грядочку, чтобы земля напиталась влагой. Я снимала видео, показывала, когда высаживала эти томаты, что под каждый корень добавляла всего лишь по пол литра воды, в которой была разведена триходерма. Поэтому сейчас важно, чтобы земля насытилась влагой, была влажная. И теперь остается только пролить все бактериями сияния номер 1. Здесь лейка воды, маточный раствор с бактериями. Перед применением, конечно, нужно хорошо будет сболтать. И, как я уже говорила ранее, я добавляю 1, бывает и 3 столовых ложки на каждую лейку. Выливать под каждый куст я буду примерно по 2 литра, может быть даже где-то будет больше. Самое главное, пролить под каждый корень, чем сейчас я буду заниматься. Еще пару моментов. Воду, в которой я растворяю маточный раствор, я беру из этой 200 литровой бочки, которая находится здесь же в теплице. И вода примерно комнатной температуры. Вот сейчас 4 часа вечера, и в теплице 36 градусов жары. Это при открытых форточках и при открытой двери. Все, в принципе, бактериями пролила, остается мне только замульчировать. Довольно-таки давно в качестве мульчи использую солому. И у меня часто спрашивают, откуда вы берете солому. Я ее покупаю. Она у нас продается вот в таких тюках. Сейчас она, этот тюк в пакете, просто чтобы солома не рассыпалась. Он примерно весит 16-17 килограмм. И чтобы засыпать 3 грядки, мне хватает одного тюка и еще мешок соломы. Проходы не засыпают, так как они у меня уже засыпаны толстым слоем хвойного опада. Солому укладываю не в какой-то там 1 сантиметр, а минимум в 5. Чем толще их слой мульчить, тем лучше. У меня, прежде всего, цель мульчирования такова, чтобы сдерживать влагу здесь, именно на грядках влага, чтобы не скапливался, чтобы не было большого испарения и не скапливался конденсат на крыше, да, и все это не капало туда, сюда же на голову помидором. Тем более я работаю с бактериями, которым нужна постоянно влага, а под мульчой она сохраняется, и плюс еще и темнота. Все, буду раскладывать мульчу. Томаты, как вы заметили, у меня еще пока не подвязаны. Буду это делать через неделю-полторы. Следующий полив этой теплицы будет через неделю. Проливать буду раствором гумато-калия. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok